Автор, о произведении которого мне предстоит сегодня рассказать, довольно широко известен узкому кругу любителей его музыки. Все его произведения написаны в мажоре, и за что бы ни брался он, всё это всегда звучит весело, и если не весело, то во всяком случае задорно. Вспомним хотя бы бодрый ритм его знаменитого, полного оптимизма, скорбного Маши. Посреди всей его музыки особенно выделяется последнее, как хотелось бы надеяться, сочинение, которое мне выпало, счастье прослушать, и о котором представилась счастливая возможность мне сегодня рассказать. Произведение это написано в тональности до-мажор, или, проще говоря, в цедуре. В этом мне видится глубокий смысл, ведь не случайно композитор назвал своё произведение «Шестая симфония Аллегра», хотя, наверное, можно было назвать и точнее, и проще «Шестая аллергическая». С первых же тактов композитор берёт слушателей за душу и уже не отпускает до самого конца. Он как бы говорит им «ну-кася, вслушайтесь, насладимтесь, вдумайтесь». И действительно, «Шестая аллергическая» захватывает слушателя, захватывает, можно сказать, врасплох, заставляет думать о прекрасном, о том, что это когда-нибудь кончится. В целом, нужно сказать, что в этом произведении ощущается явное влияние титанов прошлого, титанов настоящего. Слушаешь и кажется, «Тю, так ведь это Моцарт!» Или, напротив, «Ба, так ведь это Шаинской!» Сочинение начинается тёплым соло-фаготом. Малу-помалу звук становится холоднее, холоднее, и вот уже кровь буквально стынет в жилах подлинных любителей музыки. И вот медленно и величаво над медной группой поднимается что-то необъятное. Это труба. Он дует в свой инструмент и выдувает оттуда главную тему сочинения, тему любви. Не подув ещё десяти-пятнадцати минут, словно давая понять, что силы зла не дремлют, раздаётся зловещий скрежет. Это вступает рояль. Вот так по замыслу художника звучит чистая фа. Неискушённому слуху оно, наверное, могло бы показаться даже фа-диезом, но в действительности это соль-бемоль. Хочется верить, что это конец первой части, но это середина четвёртой. Мне бы не хотелось усложнять свой рассказ специальной терминологии, скажу просто, что подлинной кульминации опус достигает в коде, когда хорошо темперированный элегато трансформируется в кантиленное адажу и, вступая в полифоническое единство с могучим модерато, разворачивает перед слушателями волнующую эвольвенту картин народной жизни. Ну-ка все вслушайтесь, вдумайтесь, будемте говорить друг дружке правду. И слушатели молча плачут, ибо сказать правду об этой музыке обыкновенными словами нельзя. С каждым тактом слушатели всё глубже и глубже окунаются в светлый родник этой музыки. Всё сильнее засасывает их эта пучина. Слушая её, хочется скорее бежать к родной природе, чтобы убедиться, что несмотря ни на что она ещё существует. И всё же самая большая удача композитора – это паузы. Паузы, хочется, чтобы их было больше, чтобы они все слились в одну и звучали вечно. Рассказывают, что когда на премьере отгрохотал последний аккорд, то в зале вспыхнула овация, и в едином порыве все, буквально все, семеро слушателей встали и оценили по достоинству подвиг композитора, который закончил своё сочинение. Да уже сегодня становится ясно, что в мировой культуре шестая аллергическая оставит свой заметный след, ибо у всех слушающих её при одном воспоминании они идут по лицу какие-то пятна. Может ли творец мечтать о большем единении со своим слушателем? По-моему, нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...